В Испанской Андалуси одна женщина не смогла получить наследство, в наследство ей полагался дом, так как не смогла собрать достаточно средств для уплаты налога на наследство. Да, ребят, есть такое, как налог на наследство в Испании, и, кстати, таких случаев достаточно много, что не смогли собрать денег, и в итоге ничего у них не получилось с наследством. На национальном уровне ставки налога на наследство варьируются примерно от 7,65% до 34%. Эти ставки, они прогрессивные, то есть они зависят от стоимости наследуемого имущества. Ну, соответственно, чем дороже имущество, тем ставка выше. В случае неуплаты налога на наследство, а он платится заранее, до получения наследства, наследников ждет сразу несколько неприятных этапов и процедур, которые могут привести к серьезным последствиям. Допустим, просрочка и начисление пений. То есть, что это такое? Если налог неуплачен в течение 6 месяцев, с момента открытия наследства, то на сумму долга начинают начисляться пени. Существует возможность, конечно, продлить срок уплаты налогов еще на 6 месяцев, но это решение должно быть согласовано с налоговой заранее. Еще один неприятный сюрприз – это принудительное взыскание долга. После истечения срока оплаты налогов при отсутствии договоренности о расстрочке или других форматов оплаты с налоговой, налоговые органы могут инициировать процесс принудительного взыскания долга. Что это означает? Это означает, что у вас могут арестовать счета, активы и так далее, у наследников, соответственно. Также может быть арест и продажа имущества. Но это в случае продолжительного невыполнения обязательств налоговые органы могут арестовать наследуемое имущество. Если налог все равно не будет оплачен, то такое имущество может быть продано на аукционе, а вырученные средства направлены на покрытие налоговой задолженности. Еще может быть потеря наследства. Что это такое? Это если сумма, вырученная от продажи имущества, окажется недостаточной для покрытия налогов и пеней. А я напомню, пеней через полгода начинает начисляться. И если наследники отказываются от наследства из-за невозможности оплатить налог на имущество, вот это имущество переходит в собственность государства. Это называется выморочным имуществом. И происходит случай, когда наследники или не могут оплатить, либо не хотят принимать наследство. Юридические последствия даже есть. В некоторых случаях возможно привлечение к административной или даже уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Вот это может себя включать какие-то там дополнительные штрафы, ограничения прав на получение новых наследств в будущем, если таковые имеются. Но на самом деле не все так страшно, как я рассказал ранее. В Испании есть огромное количество льгот, если наследник является либо гражданином Испании, либо резидентом Испании. То есть у него есть либо ВНЖ, либо ПМЖ, либо он является гражданином Европейского Союза. Вот эти вот наследники, они могут получить льготные ставки вблоть до нулевого налога на наследство. Не нулевой, там 1% всего лишь. То есть 99% спишут. Но если наследник не является гражданином или резидентом Испании, ну либо гражданином Европейского Союза не является, то здесь будьте уверены, этого наследника испанская налоговая расчехлит по полной программе.